Полиэтиленовые пакеты. Это уже не модно. Тканевые сумки и переработка мусора. Вот они, новые тренды. Экодвижение в Казахстане наконец-то набирает невероятную популярность, а пластик считается злом нашей планеты. Как стать экообразованным без лишних затрат? Давайте узнаем вместе. Пластик наносит невидимый ущерб нашему здоровью. Каждый день мы съедаем примерно одну кредитную карточку. Ведь непереработанные частички пластика попадают в пищу и питьевую воду. Но ряд простых правил может изменить ситуацию. Хранение продуктов питания в пластике это уже как бы очень вредно для здоровья. Почему? Потому что продукты питания, они в себя впитывают именно те вещества, которые выделяют пластик в обычном состоянии. У нас об этом никто не задумывается. У нас стараются, ну если это бесплатно, давайте побольше. Я возьму еще себе там на завтра, на послезавтра. А в итоге даже не задумываются, что произойдет с этим пластиком. А этот пластик, его само производство очень не экологичное. Его пользование не очень хорошо для здоровья. В конце концов, это большой экологичный такой углеродный след, который приводит к большим таким проблемам глобальным. Экологичный образ жизни, он очень, так скажем, бюджетный. Самая главная идея какая заключается, что когда вы выносите мусор, чтобы у вас в руках было два пакета. Один пакет с непереработкой, который выкидываем в зеленый контейнер, и второй пакет это со вторсырьем, который выкидываем в желтый контейнер. Многие думают, что бумажные стаканчики, вот те кофейные, которые на вынос, они бумажные. На самом деле это не так. Они внутри выстланы тонким-тонким слоем пластика для того, чтобы кофе саму, либо любой горячий напиток не протекал. В Казахстане экологичный образ жизни становится доступнее. Например, в столице после проведения Экспо-2017 все больше создается программ по решению экологических проблем. С каждым годом растет количество эко-пунктов – мест, куда можно сдать непереработанный материал. Общественный транспорт переходит на электричество как эко-топливо. По всей стране открываются специальные эко-пункты по переработке мусора. Каждый, кто принесет свой мусор, может получить деньги за сданный материал. Цель этих точек – сформировать культуру экосортировки у населения. Такой метод может нести значительный вклад в защиту природы и окружающей среды. Переход на более экологичный образ жизни оберегает не только наше с вами здоровье, но и природу в целом. А мнение, будто эко-френдли образ жизни дороже, чем обычный – стереотип. Тканевую сумку можно купить в любом магазине и использовать ее несколько лет. Полиэтиленовых пакетов же хватает на 2-3 покупки. Продолжение следует...